но этот топливный фильтр его на самом деле можно и самим поменять там три болта открутить ну немножко ручки с костюмом попачкайте ну это же даже интересно немножко в своей машине покопаться что-то там самому поменять совсем чокнулась да сказали владельцы lexus lx за 6 миллионов рублей но неужели вам не нравится вот этот вот огромный мощный автомобиль очень даже мужественно выглядит а нынче конкретно вот эти мужики постарели и можно взять их приблизительно в два раза дешевле чем когда-то года три-четыре назад его покупал первый владелец и это же известное дело возьмите если конечно есть деньги новую toyota или lexus распространенной модели и через три-четыре года продавая ее вы останетесь точно довольны потому что потеряете не так уж много но если за это время у вас конечно ее не успеют украсть и вы будете довольны что не очень много потеряли и следующий покупатель будет просто счастлив потому что у него будет ощущение что он надурил систему той оточка то ваша только обкаточку прошла несмотря на то что вы могли на ней уже три-четыре годика эдак поездить и при этом ну дело известно что toyota они же не ломаются и ничего страшного не произойдет а так ли это ой из меня розовый клок вылетел и диванные критики уже занесли свои лапки над клавиатурой чтобы написать леса ты чё вообще ку-ку посмотри вот здесь же написано l гордая буква чека l но ребят давайте правде в глаза смотреть toyota и lexus по крайней мере в исполнении двухсотки и lx это но технически очень схожие автомобили здесь под капотом было два мотора 570 бензиновый и также 450d это дизельная машина ура в этом поколении поставили дизель кричали покупатели когда так хотели купить себе не двухсотку весьма убогую внутри а lexus который был по салону намного лучше но при этом производитель нас всех слегка про матросил и не стал выпуская новую модель lx делать 249 льготных по налогу дизельных сил поэтому 272 ну чё ты богатенький плати а если ты победнее ну бери покупай toyota а я взяла бензиновую машину чтобы в одном флаконе рассказать вам во первых про то как здесь она была раскачана до 560 лошадиных сил ну и заодно расскажу вам ребята просто на примере этой машины какие проблемы возникают у лексуса и с чем вы можете столкнуться в случае если вы решили сэкономить обмануть систему и купить подержанный автомобиль бензиновые машины все-таки берут намного реже потому что думают ну 367 сил куда огромный транспортный налог да и расход топлива тоже большой вот и предпочитают больше дизеля ведь бензиновый двигатель он-то вообще беспроблемный что у него особо изменилось с прошлого поколения да глобальный ничего как-то их там подтягивают под экологические нормы навешивая катализаторы которые здесь не являются проблемными ну и собственно все поэтому у бензинового двигателя можно сказать что здесь проблем никаких нет но если с ним не проводить вот такие вот эксперименты ближе к концу программы я вам расскажу сколько это стоило человеку и главное чем это обернулось сейчас лишь намекну что у машины 2016 года выпуска пробег на данный момент 6000 километров и она больше стоит чем ездит и вот можно пойти вот по такому дорогому пути то есть куда-то ездить ставить какие-то вещи дополнительные дорогие отдать кучу денег и после этого если у вас машина гарантийная конечно же соскочит с гарантии можно пойти по пути совершенно другому гораздо более простому и дешевому но тоже весьма эффективному помните в далеком 2018 году мы установили на женину audi a5 устройство ген gt она позволяет безопасно увеличить мощность автомобиля аж до 30 процентов и женя остался очень довольна потому что он реально ценит динамику автомобиля он чувствует ее замеряет ее и его машина поехала ощутимо быстрее у ген gt много плюсов во первых он подходит на гарантийные автомобили это устройство работает по принципу plug and play то есть вы его ставите и дальше просто пользуетесь и наслаждаетесь перед поездкой к дилеру вы можете его достать она не оставляет никаких ни механических ни электронных следов автомобиля производитель абсолютно уверен в безопасности своего продукта он дает дополнительную гарантию на двигатель два года есть управление со смартфона можно менять режимы работы можно настроить на прирост мощности режимы спорт и дай намек или экономию топлива режим эко можно отключить работу устройства это режим сток у ген есть решение для атмосферных двигателей она называется генджи и плюс и позволяет увеличивать мощность до 12 процентов у меня на инфинити установлена с февраля инфинити у меня не тупая ну потому что не 262 лошади но со временем ты привыкаешь к этому и перестаешь чувствовать хочется чего-то новенького и вот здесь когда я поставила гэн это как бы обновила мои чувства к машине что ли потому что она реально стала бодрее я прям почувствовала это и далее все те же преимущества то есть гарантии не слетаем доп гарантию два года на двигатель получаем и управление со смартфона и самое главное на гэн у вас есть 50 дней бесплатного тест-драйва если вы купили продукт и по какой-то причине передумали ваши ожидания не оправдались вы можете вернуть его и продавец полностью вернет вам деньги а теперь внимание внизу в описании вы увидите ссылочку и промокод леса 40 40 процентов скидки при покупке гэн gt в течение одного месяца после выхода этого ролика не благодарите ну а сейчас на более распространенному дизелю повально ремонтов дизеля нет но все равно он гораздо более капризный чем бензин основная проблема кэш топливная система топливные форсунки случае если ее проглючила она не распыляет а льет у бензина что свечу зальет он прочихается и дальше поедет а у дизеля степень сжатия высокая поэтому если происходит перелив то может быть гидроудар если у вас дизельная машина и она вдруг начала плохо тянуть как-то ощущение такое что она подтраивает что ли опять же выхлоп изменился в таком случае вам нужно срочно срочно ехать сервис вот у вас есть такое ощущение прям в этот момент вызывайте эвакуаторы валите в сервис потому что если вы это игнорируете вас вообще может быть очень серьезный ремонт в итоге вас может загнуть шатун может разбить блок цилиндров и тогда у вас просто будет ощущение что пришло время взглянуть задница в глаза стоимость ремонта вам вообще не понравится новый мотор он стоит там типа миллион а так в принципе если на начальном этапе всю эту историю заметить то может быть вы вообще обойдетесь ну заменой форсунок все от чего это происходит ну неудачным топливом заправились это не та машина у которой вы можете где-то в поле с трактора дизельку слить и дальше все нормально она его исхавает забудьте те времена когда она старенькие старенькие тойоты ставили те дизельки которые все подряд переваривали ну и помимо того что нельзя заправляться ослиной мочой рекомендации от сервисменов за которую я знаю да вы и меня и сервисменов сейчас будете закидывать помидорами в комментариях это замена топливного фильтра у дизеля где-то раз пять тысяч километров пробега он недорогой ребят совсем просто я я понимаю что у вас для вас это геморрой какой-то вы же скорее всего автомобилями то не занимаетесь а просто ездите на дорогой машине а тут раз пять тысяч вам нужно куда-то заезжать но этот топливный фильтр его на самом деле можно и самим поменять там три болта открутить ну немножко ручки с костюмом попачкайте но это же даже интересно немножко в своей машине покопаться что-то там самому поменять совсем чокнулась да сказали владельцы lexus lx за 6 миллионов рублей и если вы фанат лексусов вы наверное помните что в прошлом поколении у лx подгнивала проводка которая ведет к датчикам парковки в этом поколении проблему с проводкой решили но датчики все равно глючат не у этой конкретной машины но это частые отзывы владельцев когда когда они пишут ну что ж такое то вроде в прошлом и лыксе гнила проводку вроде здесь проводка целая а чё датчики от камней что ли непонятно ну короче многие на них жалуются и это пожалуй редкий для лx глюк по электрике если если вы не прощелкали одну очень важную тему именно из-за этого и бывают редко но ходят разговоры о том что у тойота и лексуса глюченная электрика хотя глобально это не так вон видите вот там это маленькая дырочка это и есть водосток если он забивается а забивается он часто в наших условиях эксплуатации то водичка вот здесь вот стоит стоит да находит себе ход и находит она этот ход обычно вот туда вот под потолком в стоечке и ниже 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 к блоку управления кузовом к разные электрики и дальше у вас начинаются те электрические чудеса которых так часто пишут в форумах как вы могли это предотвратить у многих из нас бывала ситуация когда в машине начинает пованивать какой-то сыростью как в старом бабушкином туалете либо вы ощущаете что вроде не бухали а почему-то автомобиль очень быстро начинает потеть или вот здесь вот трогаете а вам кажется что какое-то все стало сыроватое но это будет уже скорее последняя стадия когда вы прям почувствуете физически что потолок и стойки стали мокрыми не заметить это тяжело а вот запах иногда вы ошибочно принимаете за то что но у нас погода часто во в большинстве регионов хреновая коврики мокрые и что-то в машине вот как-то так вот потухла обычно это и есть уже засоренный сток так что но первое не ленитесь не забывайте просматривайте этот сток а также на сервисе просите чтобы вам его смотрели прочищали ну и второе вы просто следите за тем чтобы в машине не потело чтобы в машине не было запаха сырости и не дай бог стойкий потолок не стали влажными ну и вторая возможная гораздо более редко встречающаяся причина волных процедур для электрических разъемов и датчиков в салоне это плохо вклеенное лобовое стекло которое вам когда-то зачем-то по какой-то причине меняли потому что мы же с вами живем в регионе не только рискованного земледелия но и повышенного рукожопства многих мастеров во многих сервисов а вы знаете ведь что это одна из самых угоняемых машин и она вся обвешана огромным количеством противоугонки а можно и нужно застраховаться и парень которому принадлежит эта машина удивился узнал за сколько я могу сделать каско и вы ведь понимаете что страховаться всегда нужно у леночки просто потому что у меня дешевле и потому что вам не нужно маяться с этими электронными полисами осаго мы все сделаем за коробки передач здесь обе восьмиступенчатый и у бензина и у дизеля и многие ошибочно думают что они одинаковые они на самом деле разные причем если у дизеля мотор чуть более проблемы нежели бензиновые то с коробками ровно наоборот с дизельным мотором ставится коробка передач с которой никто никогда не встречает никаких проблем а вот и бензиновых машин было даже три сервисные компании по перепрошивки коробки передач то есть три раза выпускали софт из-за того что владельцы жаловались об этом же не принято рассказывать тойота с лексусом они же не ломаются просто владельцы жаловались о том что коробка неадекватно себя ведет при переключении она там подергивается и софт который выпускали два раза был не очень удачный лишь на третий раз вот эта третья перезаливка сейчас данный момент полностью решила проблему то есть те кто третий раз софт обновлял они сейчас на коробку уже не жалуются речь не об этой конкретной машине потому что здесь ну вообще совершенно другая своя история здесь коробка себя вела неадекватно силу того что компрессор и очень сильно увеличивали мощность по подвеске вам просто нужно знать две вещи относительно этого автомобиля вам придется вложиться в тормоза в случае если вы любите ездить иногда по трассе и вам хочется чувствовать педальку они периодически чувствовать сжимающиеся что-то там где-то внутри не жестко нет а это между прочим как минимум 200 тысяч рублей а если прям делать хорошо и дорого как у этой машины то это 400 тысяч рублей а прям супер хорошо и супер дорого то это где-то 600 тысяч рублей короче две сотни вынь да положь и здесь снова появляются плюсы покупки поддержанного автомобиля у которого скорее всего это все уже поменяли а может быть и нет ну короче если не поменяли две сотни готовьте ну или сразу возьмите как говорит моя дочка volkswagen туаллы и не партись вообще старпанцами у вас будут другие причины запариться если вы его возьмете по подвеске вот единственная вещь на которую жаловались именно из ходовой части этого автомобиля это ступичные подшипники они могли выходить из строя еще до 100 тысяч километров пробега их меняли по гарантии все все остальное вообще беспроблемные амортизаторы с жижей ходят там по 200 тысяч короче по подвеске эта машина вообще не докучает вот тормоза ступичные подшипники все два раза нажала на газ и два раза было ухты блин ну то есть вот и ради этого да все это забавно это такую особенно когда люди ожидают дим ну как и обещала нашим дорогим зрителям расскажи что вы тут натворили по тюнингу и почему сейчас ну так откровенно говоря ты мне сказал что жалеешь об этой истории да как бы машина едет вроде бы но есть много нюансов то есть сыровато вот этот тюнинг и установили на ней компрессор то есть мощность поднялась ориентировочно до пятиста пятидесяти лошадей вот но по разгону это сейчас можно тоже попробовать как это выглядит ускоряется он принципе на любой скорости но первое что не устроила эта работа трансмиссии то есть от такой мощности она сходит с ума то есть начали с ней прошивками заниматься с ума переключается страна так ну что владелец нам сказал что 0 100 у нас 4 секунды стартуем готов мать да то есть где-то пинки где-то наоборот она перескну то бишь не не понимает что происходит вот с учетом даже того что она адаптивная потом начал загораться чек как оказалось по катализатором который здесь отсутствует потому что система прямоточная вот опять же таки то есть пришлось с этими с прошивками вот все это сдружить чтобы она работала корректно вот этот самый большой геморрой по тормозам до тормозит она ну хорошо и так далее но уже тормоза перегрета то есть вроде их ставили для того чтобы машина с больших скоростей такую массу останавливать а получается как-то наоборот начала бить вот появилось биение их уже один раз протачивали но как бы структура уже нарушена не особо помогло то есть сейчас заказан новый комплект в связи с карантином его пока не получается забрать то есть он уже пришел готов вот ну и конечно я уж молчу там скрипит то есть такая машина вроде как бы да не уазик не жигули а что скрипит приторможение вот если окошко открытие они по это поскрипывают тормоза свистят особенно в пробке в москве вдоль отбойников вот потом что еще что еще а ну по гарантии тут заменили муфту в самом компрессоре play пластиковую появился рокот начала греметь да в принципе так вот остальное сейчас потихоньку все это доводим дома сколько раз ты по рекламации ездил по гарантии в районе именно пока ну вот то что связано с тюнингом первое крутилась трубочка точнее я бы сказал наверно не дотянули этой продувки егэры вот потом значит поехал уже с коробкой прошивку смотрели то есть но делали потом начал чек вываливаться высыпать из же три раза да ну короче в итоге ты не стал больше ездить туда где устанавливал и делать по гарантии просто за дополнительные деньги нашел спеца который разбирается сейчас на все это сейчас он делает все это все эти прошивки все будет по новой заливать и слушай что с выхлопом вы сделали как он просто прямо точный тут удалили катализаторы вот то есть теперь просто ну прям прямоток сколько потратил ты на все на круг в районе двух миллионов тормоза то есть на заменены стабилизаторы поперечная устойчивость ну и соответственно весь ну компрессор со всеми этими стоило того как как сказать то нет вот ехать по одно удовольствие да особенно как удивлять людей в том плане что ну никто не ожидает до такой динамики от этого автомобиля но да опять же таки приходится повозиться то есть геморрой тоже хватает машину довольно таки уже много делаем доводим до ума если бы сделали один раз и нормально ты бы вот сейчас однозначно сказал бы да 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 короче тебя расстраивает лишь то что он постоянно так как то неинтересно это что ли я бы сказал по постоянными по сервисам мотать то есть хотелось бы как они вот в действительности от то до того вот а тут приходится еще какие-то посторонние заезды производить по расходу топлива что о это лучше не спрашивать здесь хоть и вместо третьего ряда сидения то есть до бак вот порядка 120 литров получается он но съедает он их быстро в районе 30 литров расход для меня честно скажу есть toyota lexus все остального для меня не существует а почему вот я не знаю мне нравится вот даже вот этого класса и да вот он кайфовый сегодня мы вот торопились ну лёшка чтобы этот вот 180 но он плывет все ну шикарно то есть ну но а ну во первых то есть ликвидность автомобиля да то есть нам toyota опять же таки она у нас да на первом месте в плане угонов я никогда за них не переживал надежность ремонтопригодность то есть тут в теории она делается но не на там от рамы что-то отрывать чтобы поменять что-то ну как на других это брендов и и стоимость самого ремонта опять же здесь что-то ломается или тоже т.о. да там самый большой то 40 тысяч стоит 248 то есть но эти где мы в мостах масло меняется тормозная mercedes вот этот взять второе то его 95 тысяч гола этого ну то бишь вот из этих еще тоже соображение салон но ребята это отдельная история салоны тойота и лексуса это прям отдельная история я у себя в инстаграме когда мы снимали эту машину запустила опросник мой инстаграм леса рулит может быть эта история там еще сохранится можете ее посмотреть может я еще раз выложу и короче ну большинство народу конечно написали что им вот этот салон не нравится теперь отзывы владельцев вот конкретных любителей этих машин которые знали на что шли джойстик большинство из адекватных людей не любят то есть многие не хотят признать о том что они же фанаты обычно вот это просто фанатичные люди они не хотят признать что это не самое удобное решение потому что он слишком чувствительный даже если отрегулировать его чувствительность на самые минимальные значения мультимедиа вот ну посмотрите на мультимедиа современного автомобиля типа за 6 миллионов рублей это вообще чё это вообще чё это же к прошлый век просто ну видела обновленный rx год назад летом прошлым осенью и он конечно уже получше безусловно думаю что и здесь скоро тоже будет обновление комплектации понимаете дизельная машина предполагает что ты хоть и на лексусе но нищеброд у дизеля не может быть например люка не может быть отслеживание слепых зон здесь у этого автомобиля вы могли заметить доводчики это доп оборудование его устанавливал конкретный владелец доводчиков здесь нет в общем за что люди любят тойоту и лес за что я конкретно и и люблю я владелец тойота лэнд крузер и причем не первого в своей жизни но надежность вот это ощущение огромного сильного автомобиля знаете вот держишь и маешь вещь и не откажусь и от этого и есть это у меня и буду я покупать периодически тойоту с лексусом при этом признавая что вак делает вещи четыре года прошли да евгений тут бьется каких-то радостных припадках что что он все таки от дрессировал меня глобально все проблемы о которых я вам сегодня рассказала встречаются у этой машины не так уж и часто это очень надежный и хороший автомобиль и вот ответьте мне на вопрос за что я так его люблю